Краевое правительство подвело итоги ремонта и строительства дорог в этом сезоне. Как сообщил министр транспорта Сергей Рюмин, в порядок привели 350 километров региональных автотрасс. Это больше, чем в прошлом году. Также отремонтировали 280 километров муниципальных дорог, в том числе и междворовые проезды. Министр подчеркнул, что ежегодно на эти цели из краевого бюджета выделяют более миллиарда рублей. Кроме того, удалось заасфальтировать проблемные дороги в нескольких районах. Среди них Каннский, Багучанский и Мотыгинский. Ремонт прошел и на 112 километрах федеральных трасс. Из них 64 километра это на М-53 Байкал, Вачинском, Козульском, Емельяновском, Иландском и Рыбинских районах. 31 километр отремонтировали на М-54 Енисея, это Балахтан, Новоселово и Минусинский район. Кроме того, 17 километров мы отремонтировали на нашей самой северной дороге, это подъезд к аэропорту от города Дудинка. Эти 17 километров были последние на этой трассе, то есть теперь полностью она вся приведена в нормативное состояние. У нас в целом бюджет, дорожный фонд региональный, совокупно, который формируется из наших дорожных акцизов и транспортного налога, из средств краевого бюджета и федеральных субсидий, составил порядка 13 миллиардов рублей. Это вот все средства на все мероприятия, которые мы сегодня укрупненно попытались озвучить. Это и содержание дорог, это и содержание зимников, и переправ паромных, ледовых, это и ремонты, и муниципальные, и региональные, и улучшение параметров. Это вот те крупные объекты, о которых мы сказали. Специалисты отметили, что во время капитального ремонта дорог по всему краю использовали современные технологии. Теперь за их состоянием будут тщательно следить. На дороге Пишно-Северо-Несейский, о которой мы говорили, для того, чтобы воспринять тот колоссальный поток транспорта, который движется по ней, нам пришлось использовать целых три вида различных полимеров для того, чтобы дорогу упрочнить. Земполотно уплотняется специальным нетканым материалом. Основание дорожной одежды упрочняется специальной полимерной сеткой, состоящей из пластиков, линейно-ориентированных. На отдельных участках у нас еще и третья сетка, которая представляет из себя комбинацию пластика и металла.